Здравствуйте, с вами Александр Миколенко, вот прошел благожданный ливень, уже мы тут все счастливы, просят меня в динамике рассказать об абрикосах. Вот первый подходит к водоношению, сегодня 20 июня, Брест, Брестская область, это то сорт юнский шостака, так называемый. Смотрите, что делается. Вот, смотри, все. Вот первый опад на земле, вот, смотри, упали после дождя. Ну, сильно много не упало, с ними вот, уже желтенькие. 20 июня. Ну, они, конечно, я их все жалел, потому что то град, то мороз, думал, что, ну, перегрузка, здесь можно было половину оборвать, были в два раза крупнее. Ну, уже какие есть, уже ничего сейчас не сделаешь, они форму набрали, неделька они как бы уйдут. Чтобы было получить такой 35 грамм, надо было прорядить, но все же боишься, жалеешь и некогда. Я, может, перейдем, покажу на молодой трехлетке, там, четыре плодика, они же завязались, они будут там где-то в два с половиной раза крупнее. Ну, время ушло, если раньше не прорвался, сейчас они уже размер не наберут, они только созреют. Ну, ничего, сидим маленький. Смотрите, вот я с пола поднял, вон, видите, косточка, они такие, ну, они пожелтеют, быстро умягчают, ну, ранние, ну, 20 июня, Брест. Вот, косточка, вот такие выровненные. И вот, 20 июня, ваше внимание, ну, динамики и, как бы, сорта сравнивают. Вот Харастар, опять же, та же перегрузка, ну, пожалел, потому что боялся, надо было вот это, вот такое. Ну, сейчас уже они, как бы, ну, этот, как бы можно, но я не буду. О, бог с ним уже. Факт тот, что, смотрите, что завязалось, морозы, морозы и так далее. К этому девицу четыре года, ну, есть уже, как бы, довольно серьезный, интересный сло. Опять же, что было понятно и в динамике, вот 20 июня, киевский красень. Вот это Харастар я сорвал, который мог еще расти, который я не проредил. Вот киевский красень. Ну, сравните. Да? Ну, тут мой, мой, как бы, вина, что я не проредил. Ну, эти, смотрите, что делается. Ну, боялись прореживать, потому что, вот, вот, смотрите, вот градом побитое. Видите, заросло, но градом побитое. Пошли на Запорожец. Это Запорожец, ваше внимание. А вот одна ветка привита, это киевский красень, вот здесь зеленый. Она отличается. Ну, и вот, ваше внимание, тоже 20 июня, Запорожец. Смотрите, что делается. То есть, он отстает от этого июньского, как бы, на, ну, дней 5. Ну, смотрите, что делается. Хотя я плакал, что град побил. Ну, конечно, у него могло бы град побить больше. Трохи, как бы, да, ну, я, как бы, в этом году чувствую, что мой год. Никогда меня так не был. Ну, вот, Запорожец начал желтеть, еще ему, ну, неделю надо выдержать, выдержку иметь. Ну, я же не буду дубовые, ну, что привезешь дубовые, кому они надо? Надо, чтобы аромат, ну, вовремя снят. Вот таких у меня где-то десяток. А вот ваша, то есть, моя кривулька, что я говорил, вместо ту, как мне пойдет. Кривенький, косенький, подивитесь, что робится. Видите? И он моложе, вот, там Запорожец такой, и смотрите здесь, какой Запорожец. Ну, молодой есть молодой. Почему надо, ну, потом я надо отдельно видео снять омолаживание. Вот после сбора урожая я буду их, кстати, тут же переобрезать. Это Запорожец 4-летний саженец. Кривенький, косенький, гробатый. Ну, бачите, что робится? Я казав, что ведро будет. Ну, вот, динамики, ну, тут параллельно идем, 20 июня, это вот этот лжефрост, персик. Вот, вот это Запорожец, абрикос, который, ну, уже размера, он уже все только созревательство. Вот этому еще расти. Ну, тут тоже я пожадничал, надо было еще наполовину прорвать. Ну, не буду. Идем. Включила. И вот, вашему вниманию, тут трехлеточка июньский. Вот, что значит молодой. Смотрите, а то июньский я сорвал, где перегрузка, вот. Вот это, чтобы понимали, дюк призвание. И вот абрикос. На молодом, если правильно нагружено, то есть они такие до 35-40 грамм. Вот они есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь штук завязалось на молодом деревце, на трехлеточке. Это такой хвостик, ну, остаток. И вот Запорожец, давай перейду, покажу молодой. Двухлеточка Запорожец, сорт. Вот я сорвал со взрослого дерева, вот на молодом. Тут было, сколько, 21 плод, осталось 7. Ну, из 30 процентов от того, что, как бы, ну, для двухлетки это шикарно, я считаю. Ну, куда они делись? Осыпались. Вот такой Запорожец. Мыша ему неделю добру висит. Обычно первого, в этом году будет раньше, конечно, ну, где-то 1 июня, июля, мы их начинаем снимать, срывать.